Мы планировали на украинский язык, но нет, это проблемно. Не решаем, что же занять. Можно, знаете, как-то и так, и так сделать, совместить. Да, да, совместить. Совместить. Потому что слайд для нас на украинский язык. Дорогие друзья, шамонные друзья. Сегодня необычная творчая лаборатория. И я сам хочу наголосить, что это не лекция, не майстер-класса, а формат творчого лаборатория. Звичайно, достаточно сложно будет на мою виду сегодня работа в таком количестве, потому что лаборатория, обычно, отбывается тесным колом, мозговым штурмом, обговорением и определенным результатом. Это то, что я видел сегодня. Но мы будем выходить из того, что у нас есть возможность. Я надеюсь, что всем будет также интересно. Сначала хочу представить. Я приехал в место Киев, в столицу. У нас есть примерно 10 лет. И вот сейчас, в той точке, которую мы находимся сейчас. Зо мной, ну, наша творчая майстерня называлась «Человек» и «Женка в семье», образы шестового подружжяя. Но я николу не називаю «Женка». Есть очень чудовое украинское слово «дружина». Росейское слово «другина». И оно мне намного больше понравится. Это Жанна Монестерская. Она помогает мне в многое в чем. Мы помогаем одному. И она также за фаху юрист. У нас двоих маленьких дедов. Я хочу сказать, что, ну, по-перше, еще до названия. Я бы сказал, по-перше, «Человек и дружина в семье». Проявляется такая версия? И, другая, мне очень интересно было, что один из участников наших читателей сегодня пришел к мне и спросил, что будет про образы или про образы? И я так понимаю, что он уже не один. Но я так понимаю, что украинский язык, можно сказать, образ, можно сказать… Аминь. Аминь. И я вам очень зацехался этой изменой. Потому что, как и в семье, от наголоса зависит очень много. Вот насправда. Даже не только от коми. Потому что коми, мы знаем, что зависит от многих. А даже от наголоса. Причем совсем другие изменения. Поэтому сегодня у нас много всяких есть специалистов, тренингов, которые называют себя фаховцами в семейных отношениях. Фаховцами в будучи в семье, в анализе конфликтов и тому подобное. Я не таким. Я сразу могу сказать. И я хочу сказать, что, насправдя, эти внешние формы, которые нам пытаются запропонировать, кто-то навязать, они очень штучные. Вот, насправдя, мы с моей дружиной в шлюбе 11 лет. И за этот час мы понимали, что, насправдя, секрет счастливого подружжя, он у каждого абсолютно свой. И, насправдя, у нас очень много друзей в нашем окружении, которые... Но прошли годы. И я, с волю, десь разочарование понимал, что дещо встратилось в своих отношениях. Хоча зовні, это выглядит очень долго и очень хорошо. И это одна из тем, о которых мы сегодня хотели поговорить. Погляд со стороны. Погляд со стороны. Насколько это влияет на дружину, насколько это впливает на дружину, на детьми и на отношениях в среднем сентябре. И, первое, что я бы я хочу начать, это, звичайно, из того, что, знаете, если бы мы с вами встретились 100 лет назад, то, наверное, разговора была бы очень короткая. Она была бы, наверное, односторонней. И, первое, я бы рассказал, как нужно жить, кто главный в сентябре, и где место в каждом доме. Потому что мы понимаем, что 100 лет назад и более 100 лет назад большая часть семьи, подружья была четко регламентована, абсолютно визначена. И не было никаких вопросов, кто где стоит, кто чем должен заниматься. Если мы с вами взглянем на образы, скажем так, минулих столетий, это, например, фрески середневектора, мы сможем увидеть, что они отображают очень четко, каким чином может заниматься и с правами там дружина, каким чином может заниматься батьком, где занимается место виховании и кто за чем стоит. И, конечно, сегодня я могу сказать, что все-таки, мы говорим еще о том, что у нас там семья не счастливая. Много у нас есть шлюбов, которые, на жаль, закинчиваются расходжением, да? Проте, отвернувши цих 100 лет, мы понимаем, что семья прошла величезную эволюцию. Змени просто надзвичайно были. Но проблема в том, что уже на нас не настолько впливают традиции, системы, как это было столько лет тому. Из-за того, что это было всего, что это было. И я хочу вспомнить имена, возможно, тех, которых, которые сделали эти «прорывы», да? Это и Складовская Кюри. Это и Лена Бла, Бацька. И многих других женщин, которые чувствовали себя больше в семье, чем, например, лишь за детьми, за домом и работать в каком-то одном направлении. И, в основном, мы с Жанной пришли до выяснений, что на сегодняшний день однозначно есть потреба визначения певных стовпей с семьи. Вот именно таких моральных стовпей, которые нужны каждой семье. Мы знаем, что этим летом в Бушетии, Грузии, собрали 73 шановных членов руху гуманной педагогики и подписали такие певные заповеди гуманной педагогики для семьи. Но, знаете, читая их, и сегодня я их озвучил Шалла Александрович Аманашвили, я понимал, что они мне близки, но я понимал, что каждая семья, каждая людина мае их сделать для себя абсолютно своими. Потому что каждая людина, что нужно, если что-то не получается, нужно любить. А вот как это сделать? Как это сделать, когда тяжело, когда непросто, это мае решить каждый для себя. И поэтому сегодняшняя лаборатория я бачу сам в таком ключе. Ключ, пошуку, розшифровки этих заповедей. Сегодня также в ваших материалах было предложено дещо разговаривать варианты родинных заповедей. Они у вас также должны быть в программе. Я думаю, что, возможно, они не встигли их почитать еще. Но мы сегодня до них будем повертаться не одно раз. Потому что, фактически, много, что в наших результатах, они саме полягают и королируются с тем, что, возможно, не кто. Ну, а теперь, я думаю, как мы начнем, я певно, нужно визначитись с визначением. Мы визначили, что у нас не женщина, а дружина. Мы визначили, что мы будем говорить про образы. Мы визначили, что мы будем говорить про образы. И это уже великий прогресс. И поэтому нужно про чому-то привязаться. Где нам шукать, власне, ну, какие-то визначения? От, семья. Что это? Ну, и тут я передаю слово. Мы и дружили. Ну, оскільки донес уже представили нас, что мы семья юристов, то мы, напевно, на всех нас наша профессия нападает отбиток, правда? И мы тоже начнем с того, если мы будем про что-то говорить, то про поняття, которые мы будем использовать в этой теме. И, звичайно, мы, как справжние юристи, решили начать с юридичными документами. А саме в законодавчих актах, как назначается у нас, шлюб, семья. Вот в семейном уходе всей Украины шлюбом есть семейный семейный семей жилья и чиновника, зареєстрованный в уровне державной реегистрации актов за вольного станка. Таким значением дает законодательство, поскольку мы можем его использовать в нашем жизни, великое вопрос. Как правило, мы, люди, используемся больше неписанными законами в этой сфере нашего життя, чем писанными, правда? Поэтому, на мою думку, важно вернуться также в этом плане до философии, до видатных людей нашего сторона, которые тоже говорили о отношениях с семьей, о шлюбе. Но, например, я бы попрошу, что сейчас у нас все записано, что этот шлюб – это семейный 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 семей, а это семейный 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 семей. Это семейный 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 семей. Например, Макола Порадов означает, что правильным или законным шлюбом есть тот шлюб, который строит в лучшем выявлении всех творческих сил истории. Я думаю, сегодня в ходе наших мастер-классов мы не спустим, я думаю, мы подтвердимы эти думки, и больше, напевно, их расширимы. Також, ищущий философ, Анс Пахер Луис Калпно, говорит, что шлюб являет собой отношения между человеком и женщиной, где независимость обоих сторон одна, зависимость обоих сильная, а обязанное – взаимное. Но, конечно, когда мы даем какие-то визначения, читаемые философии, читаемые поэты и письменники, перед нами, правило, просто слова. Мы не видим настоящих живых людей, мы не видим отношения, которые были в них в семье. Поэтому сегодня, я думаю, что как раз нашим завданием есть проверить эти философии, или они верны. И далее я предлагаю начать работу нашей группы. Теперь я расскажу, как мы будем работать. И дорога до работы. Ну, сначала я хочу сказать, анонсировать, что, готуючи до сегодняшнего Майстерни, мы подумали, ну а кто может выступить экспертами в вопросе, для чего в семье, кто в главной семье, на чём она должна быть взаимодействовать. И мы понимали, что, напевно, не привлечившись на то, что каждый из нас есть экспертов в своей сфере, но лучшими экспертов есть наши дети. И поэтому после каждого блога, который мы будем сегодня поговорить сегодня, мы сделали записи некоторых наших двух детей, наших знакомых, которые смогут показать, ну, в основном, свое видение. «А что такое семья? А для чего она?» И мы видим совсем разные ответы. В ответы, которые не ожидаешь, ответы, которые заставляют замыслитись. Но это только после того, как мы с вами работаем. Отже, первая тема, которую мы хотели бы взять на такой постулат, ну, а, в основном, цель в стороне семьи. Для чего? И для того, чтобы мы работали, я бы попранировал вам, возможно, ну, так вот, объединяйтесь в такую группу. Будет вам, напевно, зручно два ряда, например, так? Один до одного. Половина – это один, одна группа, половина – это другая группа, и, соответственно, принципам так далее. Если вам такие ситуации, то это зручно положиться. Что потребуется? . Продолжение следует...